Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. В гостях у нас сегодня наш постоянный уже участник Андрей Бабин, представитель Люберецкого клуба городских поэтов «Старый кот», член Российского союза писателей, член экспертного совета фонда Оксаны, Фёдоровой конкурса, международного конкурса «Мои герои. Музыка Победы». Здравствуйте, Андрей! Николай приветствует, дорогие друзья! Вы у нас уже как дежурный кот приходите с определёнными. Но мы не можем отступить от традиции. Как всегда, начнём, наверное, со стихотворения. Это было что-то новое стихотворение? Абсолютно новое – это текст блюза. Текст блюза? То есть это будет блюз потом? Точно, уже есть. Уже есть? Да. Но дело в том, что специальный блюз, чтобы все в меня повлюблялись и попадали в обморок. Да, ну это хорошо. Май месяц, конечно же, хочется. Ну, у меня после марта сразу май. Да. И да, вот идёт дальше. Так вот, стих. Давайте. В общем, дорогие мои друзья, прекрасные дамы, стих специально для вас. Про любовь. Текст блюза. Называется «Она же кошка». Она же кошка, я точно знаю, смотри, как ходит и как садится. Она же кошка, и я летаю почти по небу, почти как птица. И это мяу, и эти ноги, и остальное. Но это ясно. Она же кошка, а что в итоге? Мышам и крысам. Вот им опасно. А мне на руки и на колени клубком пушистым и шуры-муры. Она же кошка, огонь по вене, и пусть кудахчут о ней все куры. Какие когти мне? Только ласка. Щекою нежной, а мою шею. Она же кошка, она как сказка. А в сказки верят, и я умею. Ну, поэт он на то и поэт, что верит в сказки и немножечко заставляет поверить нас. Прежде чем мы перейдем вот к этому новому конкурсу, появилось что-то в вашем представлении, я хотел спросить, чем живет сегодня ваш даже проект, не проект, а целая как бы вселенная, как сейчас модно говорить. Ой, Николай. Делали проворот. Все очень здорово. Дело в том, что у нас запустился великолепный просто у Евгения Силкина на шоссейной 8. Ну, Евгений Силкин там директор. Это культурный центр, часть структурного подразделения ДК Люберцы. Это великолепное просто место, недалеко метро. И я туда сейчас с Евгением определяю каждую крайнюю субботу, каждую крайнюю субботу, каждого месяца до нового года определяем там концертные программы, кого только нету. Причем и танцевальные номера. Это очень все круто. Причем они длинные. Расставляются столы. Я туда с Жуковского приглашаю Анну Чернецкую. Она главный сценарист. Кстати, участвовав в конкурсе, как в жюри конкурса вот этого. Мы сейчас поговорим о нем. Да, прям идет очень круто. Все супер. Но это фактически новый проект, да? Да. Который существует. Потому что вы же не стоите на месте. У вас то там, то сям, то придумываете какие-то новые сочетания. Растет вообще членство, ну, скажем, даже участников вот в этих проектах? Да, растет. И что самое интересное, знаете, Николай, настолько все здорово, здорово, что к нам подходят и дети с хорошим бокалом. Да. Подходят... Как бы просятся к вам ваши... Да. Соответственно, на эти площадки концерты там с детьми, концерты с вокалистами, с новыми поэтами, с новыми литераторами. Уровня общероссийского, я не шучу, правда. Это просто, ну, ну, просто реактивно. Вот все идет здорово. Вот по-другому не скажешь. Ну, это хорошо, потому что молодые дети постепенно становятся юношами и девушками, потом они будут уже более взрослые смотреть на мир. Но когда есть площадки, на которых можно пробовать что-то, себя показывать, наблюдать за другими, это всегда, конечно же, полезная история. Тем более, что мы давно общались, у нас здесь были представители и библиотек, где вы тоже проводили всевозможные мероприятия, и дворцы, и ДК, и дворцы культуры, и музеи. Все это, так скажем, некая такая структура, которая позволяет соединять вот эти гуманитарные акции, проекты, в которых есть и место стихам, и есть место какой-то прозе, опять же, в зависимости от того, от той тематики, которую вы затрагиваете. И есть места для исполнения и романса, вы об этом уже рассказывали, просто там песен авторского своего звучания. Но давайте мы вернемся к тому, что действительно у Андрея появился еще один дополнительный титр, как мы говорим у нас на телевидении, что вы являетесь еще членом экспертного совета фонда Оксаны Федоровой международного конкурса «Мои герои. Музыка победы». Во-первых, давайте напомним, как вы познакомились с Оксаной Федоровой, как она вас еще и в жюри забрала, и еще в экспертный совет даже забрала. Ну, как бы ситуация какая? Дело в том, что у нашего клуба два члена находятся в директорате этого фонда. Да. И, естественно, мы не первый год работаем с фондом, сотрудничаем, и они наши друзья. Они реально наши друзья. И получается, что мы проводили конкурс и в прошлом, и позапрошлом году. И мы подбирали шорт-листы, лонг-листы из материала, который фонд нам предоставляет по детям. Это же детский конкурс. Награждение было в Музее Победы на Поклонной горе. И Миронов там был, да. Там награждали и артисты, и бизнесмены. В общем, очень-очень-очень-очень все круто. То есть, как говорят в таких случаях, на высоком уровне. В высоченном уровне. Потому что тут, как бы, ну, как объяснить. Вот тут директор музея, вот он подготовил великолепно, школьник фамилия. А вот Татьяна Александровна Иванова, она директор фонда Оксаны Федоровой, сделала Татьяна великолепно все. Потому что там ведь не только было литературное направление. Там было изобразительное еще направление, да, танцевальное. То есть, например, к танцевальным номерам, которые материалы смотрели. Я привлек хореографа, который в нашем клубе. Это Татьяна и Екатерина Озерова и Татьяна Сергеевич. Они у нас выступают в том числе. В наших программах. ДК Люберцы и наши, ну, как бы не ДК, и ДК в том числе, и наша библиотечная сеть, это Людмила Довранова, Наталья Карабина. Да, это вот наши Ирина Морозова, Евгения Ярченкова. Они приняли участие в жюри конкурса. Я их к литературной части потащил. Например, ту же Анну Чернецкую из ДК Жуковского, тоже к литературной части. Кстати, поэтов, крутых люберецких поэтов. Это Светлана Кулинич, это великолепная просто, Марина Тимохина, Анатолий Вернер, Владимир Николаев, там Алексей Сазонов. Они все участвовали. Московские литераторы крутейшего уровня. Это Елена Толейника. Ольга Баракаева – это самый топ общероссийский. Они все мои друзья, все члены нашего клуба. Они все участвовали именно в рассмотрении детских материалов. Вера Егорова – детская сказочница. Ну, сам Бог велел, как говорится, ей смотреть это все. То есть здесь у нас получилось так, что даже вокалистка Евгения Савина, которая поет волшебным голосом, и тоже я ее привлек. То есть фонд организовал не просто литературный конкурс, общероссийский, причем победил. Победил мальчик с Луганска. Он вообще просто великолепно. Ну, получается, что вы не только... Ну, знаете, жюри иногда приглашают для того, чтобы посидели, правда. А вы фактически как жюри еще и соорганизаторы этого всего проекта. Нет, 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 организаторы как раз... Это как раз вот... Ну, как объяснить? Организаторы, они так классно организовали, что я просто уже с нашими джентльменами и дамами смотрели материалы. Я понимаю, я имею в виду другое, что жюри, которое смотрит материалы, оно настолько уже... Ну, вы подтянули команду. То есть есть команда, которая сделала проект, как представила его, а вы, я имею в виду, как соорганизаторы не самого выступления, как соорганизаторы всего проекта. То есть вы уже отсматривали готовые материалы и делали какой-то вывод, как члены жюри. Потому что, напомню, что особенно детский конкурс, там невозможно чего-то не посмотреть, чего-то пропустить, потому что дети очень хотят какой-то оценки своего труда. Поэтому... То есть это такой серьезный был уровень подготовки и организаторов, и членов жюри. Да, это правда. Вот Ольга Прокофьева, она начальник... Ну, координатор проектов этих. Да. И мы с ней... Она член тоже нашего клуба «Старый кот». И она тоже, подготавливая материал, мы с ней постоянно были на связи. Потому что тут нельзя уважать. Конкурс реально крутой. Люди действительно со всей России, с Нового... Ну да, надо показать, да. Здесь было очень круто все, потому что я думаю, что, ну, вот, мировой уровень, это, конечно, действительно мировой получился. Понятно. Ну, и подводя итоги, что дети, вот, они получают какие-то... Какие-то были грамоты, чем награждали, и где-то их будут печатать, или как? Да, но дело в том, что там получается что? И награждали действительно, это и для портфолио важно, их, ну, и телевидение, и разные проекты их тоже заинтересовывают. Потому что там много танцевальных коллективов было. Много было просто еще, ну, детского рисунка. Там вот... Ну, то есть по видам искусства. Да, потому что, например, Ирина Овчаренко, она тоже представитель «Литокрылья» Жуковского, я ее привлек именно под это. То есть получается-то серьезная вещь. И без этого никак. Понятно. Ну, сейчас мы подходим уже к первой нашей паузе, и по традиции тоже мы заканчиваем стихотворением. И я думаю, что все мы находимся, да, вообще май и до 9 мая, и после 9 мая. То есть май – это такая история Дня Победы, который, ну, даже начиная еще задолго до 9 мая, да, люди уже чувствуют приближение. Это и весна, и воспоминания, и семейные какие-то истории. Есть ли у вас какое-то стихотворение, посвященное 9 мая? Совсем 9 мая нету, но есть посвящение степному маку. Под Волгоградом, вот в этих окопах, иногда растет... А там все сохранилось. Я просто там служил, и так получается, что пройдет дождь. Какие-то кости, остатки, обломки оружия, гильзы, осколки, пули, чего только нету. И когда выгорает степь, начинает расти такой интересный цветок, он называется солдатский мак. Может, он, правда, к макам относится, но это именно такая вещь. Она такая, длинный такой цветочек, красный. И он как... вот ничего еще толком нету, а вот они как капли крови, действительно. Ну, вот как-то вот напишу, думаю, про него. Вон, солдатскому маку. Там, где кровь легла, на степную твердь, где рассвет и мгла, там, где плачет смерть. Через грязь и мрак, через лет бетон, прорастает мак, так умеет он. Это наш цветок, но не для меня. Я вернуться смог в воя и января. Не для тех растет, кто из нас живой, кому так везет, что пришел домой. Он остался там, наших братьев след. Он остался там, где их больше нет. Он запомнил все. Лучше блеклых книг, каждому свое. Молчаливый крик. А когда, мои, прилетят ветра, словно журавли в небо звать с утра, и лицо во сне превратится в лик, поцелуй меня горсточкой, гвоздик. Ну вот здесь сделаем небольшую паузу. Напомню, что у нас в гостях Андрей Бабин. И после этого продолжим узнавать, что нового в нашей поэтической и, вообще-то, так скажем, культурной жизни городского округа Люберца. Напомню, что эта программа «Открытый диалог». У нас в гостях Андрей Бабин, председатель Люберецкого клуба городских поэтов «Старый кот», член Российского союза писателей, член экспертного совета фонда Оксаны Федоровой, международного конкурса «Мои герои. Музыка победы». И вот мы закончили первую часть стихотворением. Ну вот вы говорите, что это не совсем про 9 мая, а это как раз про 9 мая, про всё то, что до сих пор этой истории хранится. И, конечно же, не зря коллеги-поэты называют этот период «праздник со слезами на глазах», потому что и тяжёлые воспоминания, и ощущения, и радость жизни, и ощущения весны, которые плавно переходят в лето. Но, тем не менее, есть уже завершённые вещи. Вы рассказывали об этом интересном проекте. «Мои герои. Музыка победы», который на Поклонной горе, да? Да, да, в Музее Победы. Да, кстати, Николай, вот этот парнишка, он член сейчас... Победитель. Победитель. Он член Старого кота. Сейчас мы его прям торжественно там приняли. Павел Валей. Без всяких проверок приняли, да. Да там не надо проверять. Паша, ему 15 лет, он настолько крутой, он так прочитал. Да я там кацанулся на его стихе. Но я, правда, речь потом такую хорошую прочитал народу. Ну, в общем, Павел, Паша, мы тебя реально любим, уважаем. Ты член клуба Старый Кот. Ты помнишь... Молодой кот будет в старом крокоте. В коте, да, дополнительно, но не котёнок. Да, не котёнок. Паша Крут. Какой талант? Вот просто... Ну, да, поэзия, она же... И поэзия, и хореография, и живопись, она не имеет временных ограничений, не имеет ограничений по возрасту, а имеет желание, умение и ощущение человека, когда он хочет что-то сказать миру с помощью тех видов искусств, которыми тот или иной человек владеет. Но вернёмся к вашему проекту на «Шоссейный 8», как он называется, может, так и назвать проект на «Шоссейный 8». Вообще, вы всё время живёте проектами. Правильно я понимаю, что какие-то проекты остаются, какие-то проекты отрабатываются какое-то время, и эти проекты потом вы уже откладываете в архив, и идёте дальше, ищете какие-то новые способы существования вашего клуба, тем более, что, так понимаю, членство в клубе тоже растёт. Растёт. Да, но дело в том, что проекты, они не убираются в дальний угол. Просто отработанная схема, она очень хорошо ложится потом на другие, например, площадки. Например, как просто формат сборища литературного или концертный, они разные. Но здесь получается то, что, например, библиотечная сеть наша, та же Евгения Ерченкова, она наш человек, и практически все предоставленные площадки мы используем в той или иной степени для охвата аудитории в округе Люберецком. Потому что так вот сейчас получается, что у нас две концертные площадки, хорошие и постоянные. Я имею в виду не ДК Жуковский, это третья, а в округе Люберецком, это у Евгения Силкина на шоссейной 8, и в Есенинке у Ирины Морозовой. В самом сердце. Да, да, да. Так получается, что они совершенно разные. То есть в каких-то, например, формат более демократичный. Ну, такой, лёгкий. Легче. Вообще вот так. Развернулась душа, потом её не свернёшь, и милицию вызывать поздно. А какой-то, ну, он не официозный, а вот более, скажем так... Деловой, в хорошем смысле слова. Да, да. То есть вот, например, у Ирины Морозовой он ближе, например, к такому торжественности, такой некой атмосферности места. Библиотека, библиотека. А вот здесь у Евгения, он, ну, танцевальные номера, например, очень классные. Вот эти вот наши дамы. Там и восточные танцы, там всё очень стильно. Вокалисты. И что самое интересное, там мы можем по времени делать больше. И что интересно, ставятся столики. Так. Чаепитие. Ага. То есть люди приходят туда... Прянички. Да, это обеспечивает Евгений. Это всё обеспечивается именно руководством. Моё дело немножко с программой составится правильно. Стильно пригласить людей, именно выступающих. Расставляется всё стильно. Люди приходят, но атмосфера там более бойкая. И по времени там самое главное... Что самое главное. В Есенинке, конечно, строгий-строгий-строгий у нас тайминг. Да. Тут никак от этого не отойти, ну потому что здесь уже отработана схема. А там у нас более растянуто по времени. Причём Дворец культуры представляет лучших звуковиков. Да, там всё великолепно. Точно так же. Но лучшие звуковики округа там. Ильдар, например, Даня Митулин. Даниил его ученик. И так получается, что если вдруг затаскивается по времени хвост, да ничего страшного. Евгений сидит довольный, люди довольны, выступающие довольны. Ну, когда хорошо, чего же останавливать, если есть возможность продлить. Это хорошая история. Ну и ещё мы, как всегда, коснёмся темы благотворительности, которая, она всегда рядом с культурой присутствует. Да, есть. Что это, как это работает сейчас? Сейчас у нас так получилось, что ко мне обращаются представители башкирских литературных организаций, мусульманских организаций, и просят иногда посодействовать, кого-то поддержать из раненых наших госпиталей. В данном случае Бурденко. Руководство Бурденко, замполит, со мной в очень хороших отношениях. Ну, Вадим Борисович великолепен. Вы же, плаш, ещё военный, так сказать, историю. Да, мы друг друга... Быстро друг друга нашли, понимаете. И так получилось, что обратились тяжело раненые парнишка, ногу оторвало, лежал в коме, осколок крупный попал в живот, а его матушка Лариса Фадеева приехала в Москву, им бесплатный проезд, государство занимается. Всё. И она как бы приехала, жила у родственников. И меня попросили поддержать, там, может быть, на расходняк набрать немножко денег. Это не вопрос, государство платит. Это нормально. Но бывает, что вот такие вот моменты... Ну, расходные какие-то вещи, мелочи какие-то, которые накапливаются. Проезды там, все вот эти вот какие-то вот такие моменты. И, естественно, наши никто не отказал. Мы набрали сумму, но, к сожалению, он умер на следующий день. Ну, на 12-й день. И причём мы помолились. Его зовут Тимур. Ну, в крещении он Даниил. И ветераны подразделения в «Импел» приняли участие. Мои тоже, как бы... Мой друг там, Вадим, он тоже занимался этим плотно. Она, как бы... Ну, мы потом собрали ещё сумму, помогли Варисе тоже ещё. А она тоже член нашего клуба стала. Она тоже пишет стихи, и она тоже, как бы, достаточно такая... У неё ещё двое деток и двое сыновей. И получилось так, что мы все вместе, как одна семья. Данила тоже ведь никуда не ушёл. Он тоже остался с нами. То есть всё здесь идёт, как огромный наш вот этот вот, ну, не знаю, конгломерация такая, наверное, литературы, искусства, вокала, стихов, прозы. Ну, в общем, то, что помогает людям и в радости, и в горе, и переживать какие-то сложности. Но мы потихонечку приближаемся к финалу нашего разговора. Конечно, за это время многое успело... Вы успели рассказать. Понятно, что проект существует. В том или ином варианте вы и подстраиваетесь под новые форматы, и ищете какие-то новые способы. А главное, растёте, обрастаете всевозможными участниками этого проекта. А это значит, что людям это нравится. И не только участниками проекта, но и теми, кто слушает, да... Зрители. Зрители, да, которые воспринимают весь этот проект. Но мы не можем поэта отпустить без стихотворений. У нас есть тоже традиция такая уже в наших интервью. У нас не первое интервью. Что в финале нужно прозвучать какой-то лирический стих. Несмотря на все сложности, которые нас в последние годы, так сказать, мы идём с ними по жизни, тем не менее, лирика никуда не ушла. И наверняка у руководителя старого кота что-нибудь там на полочке то лирическое сохранилось. Лежит. Лежит, да. Это стих, друзья мои, не совсем про прощание. Это как правильно остаться, попрощавшись. Вот. С удовольствием прощаюсь и остаюсь. Да. С ладоней моих хлеб пускай возьмёт пёс. В глаза заглянув на секунду, как свой, он мне своё сердце когда-то принёс и снова стоит у дверей, как живой. С груди моей кровь слежут бес и луна. В огне обнимаясь уже сотню лет, и мы, забываясь, стоим у окна, не слыша совета, которого нет. Дыханье своё, покачав головой, на руки доверю косматым ветрам, оно без меня возвратится домой, шатаясь по тёмным знакомым дворам. На картах краплёных марсельских таро сыграю с судьбою на тьму впереди, а душу мою так и быть, как перо. Ты в волосы завтра поутру в плите. Ну вот, такая. Завтра поутру плетайте волосы, да. Спасибо огромное. Андрей Бабин рассказал нам, ну, во-первых, об участии вот в новом таком любопытном международном конкурсе «Мои герои. Музыка победы». Член, как и член экспертного совета фонда Оксаны Фёдоровой подтянул в это жюри ещё многих участников. Комитет культуры. Да, да. И жюри ещё стало, и победитель даже стал теперь участником этого клуба. Поговорили о благотворительности, вспомнили про 9 мая и узнали, о какими новыми проектами живёт вот этот забавный, поначалу вроде бы так с трудом может быть создававшийся клуб городских поэтов «Старый кот». Теперь это уже целая такая солидная организация с большим количеством реальных таких членов клуба. Спасибо вам большое. Продолжаем писать стихи, продолжаем искать новые форматы. Ни шагу назад. Ни шагу назад. Желаем вам всего доброго. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова